Дорогие люди, всем огромнейший привет! Сидела я тут, писала, читала, работала и меня озарила. Хочу рассказать вам про свои любимые серии книг для детей. И я буду рассказывать не про те книги, которые ещё из нашего детства. Понятно, что мы их все читали, знаем и любим, а вот про что-то более-менее относительно современное, потому что на рынке этого сейчас очень много, и не у всех есть возможность, желание всё это изучать, пропускать через себя. И мне кажется, вот такие обзоры, они помогут и вам, и вашим детям определиться, что же можно почитать, чем-то вдохновиться. Я уже рассказала про свою любимую серию книг для младшего подросткового возраста. Но опять же, вот такие все цифры возраста, это всё очень условно. Посмотрите на меня, мне 35 лет, и мне было интересно читать. И то, что я обозначила идеальным возрастом 9-11 лет, и то, что я вам покажу сейчас на возраст помладше 7-9 лет. Мне было просто это невероятно интересно, и мой внутренний ребёнок, он просто вот танцевал от восторга. Итак, сегодня у нас с вами на обзоре серия книг «Пираты кошачьего моря» Аня Амасова, Виктор Добаренко. И если вы так же, как и я, не любите, когда это просто одна книжечка, ты прочитал её и всё, а когда вы любите вот так вот серии не собирать, чтобы сюжетная линия как-то развивалась, чтобы герои как-то, они росли вместе с тобой, ну, вот что-то в этом духе, то тогда вот это будет тоже одна из ваших любимых серий, я вас уверяю. Во-первых, что в них примечательно? Естественно, это безумно интересная пиратская тема. Особенно, если вам нравятся «Пираты Джека Воробей», если вам нравится история «Пиратов Карибского моря», потому что здесь вот авторы, они прям очень сильно вдохновились вот этой всей сагой, вот этой всей истории. Здесь и перекликаются и имена очень похожие, название кораблей, название островов. Несмотря на то, что все они адаптированы, так как у нас главные герои всё-таки, коты, кошечки, они все адаптированы на такой, скажем, кошачий язык, но всё равно вот ты прям читаешь, я просто, почему я пронаблюдала эту прям связь очень чётко, потому что я не знала, кто такие «Пираты Карибского моря», кто такой Джек Воробей до недавних пор, пока я не посмотрела. Вот эту всю трилогию, или там уже четыре фильма, по-моему, четвёртый я, мне кажется, не видела. В общем, я прям вот буквально недавно просмотрела, и потом вот эти книги мы с Толей прочитали, и я прям, да это же прям вот так, и вот так, да, и уже ты примерно представляешь, что сейчас будет. В общем, просто классные пиратские приключения. А что, давайте теперь прям непосредственно про сами книги поговорим. Что очень классно? Очень удобно читать именно детям самостоятельно, потому что здесь небольшие главы, и на каждой странице, вот вы какую книгу не возьмёте, на каждой, абсолютно на каждой странице красочные иллюстрации, очень понятные, очень приятные, простые, но тем не менее есть, что здесь порассматривать, смотреть, и это делает книгу для ребёнка ещё более интересной и увлекательной. Во-первых, все цветные, а не одной чёрно-белой, все цветные картиночки, вот каждую книгу какую не возьмёте. Второй момент. Здесь героиня, вот смотрите, какая она была. Вот героиня и вот герой Джонни Воробушек. И потом, какие они станут, я вам сейчас покажу. Посмотрите на эту кысу. Вот она, Дженнифер. Вот он, Джонни Воробушек такой же стал. Крутой пацан. И что здесь удивительного в этих книгах? Нет одного какого-то главного героя, главного действующего лица. Например, если вам, вашему ребёнку, вашему сыну, не очень-то и понравилось читать про Дженнифер, про кошечку, то не переживайте, тут перекликается очень много действующих персонажей. И, например, следующая книга, она уже будет больше про Джонни. Да, там третья серия, третья книга, она уже будет непосредственно про главного пирата, про капитана Корнаухова. А там четвёртая часть будет их вместе там опять объединять. Пятая часть будет ещё, тут ещё потом принц появляется, ещё один главный герой появляется. То есть здесь для каждого ребёнка, для каждого типа темперамента найдётся тот человек, тот человек, тот кот, тот персонаж, чью сюжетную линию он бы хотел отслеживать. То есть такого, что вот тут одна главная героиня, и вот ты про неё будешь вынужден читать все семь книг. Нет, такого нет. Да, конечно, сюжет как-то он крутится вокруг вот этой кошки Дженнифер, и с неё всё непосредственно начинается, но она не самая главная героиня этой книги. И это очень удивительно, это очень интересно, на мой взгляд. Я такое мало где встречала, чтобы каждая книга раскрывала конкретного персонажа и рассказывала, как эта ситуация, как эта история выглядит его глазами, как это выглядит с его стороны. И нас вот эта история то отсылает назад, в прошлое, рассказывает нам, а как же там вот этот корноухий стал капитаном, почему он свою дочку отдал в этот кошачий приют, как она оттуда сбежала, как он с её мамой познакомился. В общем, там просто такой водоворот событий, и всё на самом деле очень интересно и так нетривиально. Несмотря на то, что я сказала, что очень вдохновились пиратами Карибского моря, но вдохновились именно вот самой идеей. То есть там нет чисто такого слизанного сюжета от капитана Джека Воробьян, Джонни Воробушек, несмотря на то, что там есть. Вот. Что ещё мне понравилось в этих книгах? Мне понравилось в этих книгах очень много каких-то мотивационных высказываний. Мне понравились диалоги там между друзьями, между папой и дочкой, между коллегами, да, там вот они там пираты по кораблю. И в этих книгах есть вообще всё. Есть сокровища, клады, приключения, разочарование, дружба, предательство, первая любовь, взросление, принятие решений. То есть тут вообще есть всё, несмотря на то, что это рассказано всё вот в рамках такой прикольной, интересной и такой приключенческой пиратской истории. В общем, ну и посмотрите, как это всё выглядит, да. В общем, от души рекомендую классные серии книг, и потом пойдём с вами дальше.